Доброе утро! Кто пришел, рассаживайтесь. Места здесь пока еще много. Вы вполне можете разместиться с учетом социальной дистанции. В прошлый раз с Сергеем Леонидовичем вы вроде бы дошли до этого слайда. Так, вот у нас есть различные варианты объявления функций. И как вы думаете, какой из них будет более понятно? Минуточку, а с какого момента вы начинаете нумерацию? С нуля или с единицы? Насколько я понимаю, вот это, на которую указывает мышка. Мышка видна. А что еще можно сделать, чтобы еще было более понятно, что делает функция? Именно. Можно поставить комментарий через слэш или звездочку, завершить их звездочка слэш. То, что приходит к нам в параметры функции, считается переменным, которым уже присвоены какие-то начальные значения. Они приходят в точку вызова. В том месте, где происходит вызов функции, по крайней мере тип аргументов должен соответствовать параметрам. Никто не гарантирует, что вам передадут корректные аргументы, например, если ваша функция принимает время в часах и минутах. Никто не может гарантировать, что вам передадут все правильно в соответствии с бизнес-логикой. Например, что часов будет меньше 24, а минут меньше 60. А вот проверить то, что вам передают данные подходящих типов, можно. Именно для этого и есть описание функции. А что будет, если мы передадим данные неподходящих типов? Ну, представьте, вы пришли в столовую, что-то съели, а у вас на это аллергия. Будет вам от этого хорошо? Естественно, нет. Вот в этом примере значением параметра А в функции Max3 будет десятка. В значении B подставится то, что будет вощитом при вызове функции. И значение параметра C – 77. Функции могут распоряжаться аргументами, как им злобоговора рассудится. Почему? Потому что все эти аргументы будут находиться в стэковом кадре функции. Именно в виде локальной копии. Они могут их изменять, свои локальные копии, но не могут им что-то присвоить так, чтобы все это изменилось в вызывающей функции. А как же они могут сообщить результат? Какими способами? Да, во-первых, return. Они могут, функция может вернуть какое-то значение. Да, еще один способ – это передача указателей. Кто уже на семинарах использовал передачу функции указателя? Замечательно. А кто из вас на семинарах использовал SCANF? Как ни странно, вы тоже уже использовали передачу указателей. Если вы пишете большой проект с объединением усилий нескольких программистов, вы, возможно, делаете его из сотен тысяч файлов. Ну, например, работая в компании Parallels, я писал билд-систему, которая собирала продукты с примерно 700 мегабайтов исходного кода. Естественно, все это было в разных файлах. И во всех местах, где она используется, требуется ее описание. Но мы не можем просто так взять и описать функцию с одним именем, определиться одним именем и разными параметрами. Но нельзя сделать одну функцию с разным кодом, с одинаковыми параметрами. То есть это будет все-таки некорректно синтаксически. А некоторые функции будут использоваться исключительно в одном исходном файле. Если нам известно, что этой функции в других файлах пользоваться не будут, добавляем слово «статик». Тогда не будет конфликта с другими такими же именами в проекте. Например, если мы ту же функцию «дистанс» сделаем от «даблов» или от «long-даблов». Если мы пишем большой проект, тогда каждая группа работает над своим надбором файлов и поделим функцию на те, которые пользуются в нашей части проекта и на те, которые специально пишем, чтобы ими пользовались другие. Если у нас будет мало фантазии, то у нас будут коллизии имен. Одинаковые имена в разных файлах. А ключевое слово «статик» – это проблема решит. Вот если мы напишем так, то функцию можно использовать в других файлах проекта. Синтактические, конечно, можно, но что будет, если мы напишем какую-то библиотеку, пользователь будет ей пользоваться, и какой-то прогноз спросит, а что у вас делает функция «фанк»? Раз у нас не хватило фантазии назвать ее более говорящим именем, мы будем искать, а какой же отдел ее делал. Если не планируется делать общими функциями в проекте, то используйте «статик». Кроме того, компилятор может чуть-чуть оптимизировать и позволяйте добираться до этой функции чуть более быстро, зная, что она больше нигде не нужна. И вы не будете заглядеть пространство имен. А если вы писали на плюсах или на другом объектно-ориентированном языке, что вы вместо этого могли использовать, чтобы не мешать другим? Пространство имен. Также вы могли использовать Public Protect and Private. Используйте хорошо читаемые смыслами на функции. Вы должны уметь разобраться в своем коде, ну, как минимум через час после его написания. Сейчас у вас относительно маленькие задачи на первом курсе, но если вы пишете программу, то вы хотя бы должны разобраться в ней сами. Иначе вы ее не сможете просто отладить. Желательно, чтобы функция помещалась на экране. Ну, строго говоря, это зависит от стиля кода, как вы будете расставлять переносы. Например, будете ли вы располагать начальную фигурную скобочку на новой строке или в конце названия функции на той же строке. И постарайтесь не очень много параметров функцию передавать. Почему не очень много? Потому что на современных архитектурах можно первые несколько параметров передать относительно быстро, через регистры. А дальше придется передавать через стек, что медленнее. Кроме того, если у вас много параметров, вам придется все это документировать и объяснять. Если у вас много параметров, у вас есть лишний шанс, что вы их перепутаете. Если они хотя бы разных типов, то вам ругнется компилятор и правильно сделает. Лучше ругнется компилятор, чем вы будете потом искать, что же произошло в функции. И для тех функций, которые не должны быть видны в других файлах, лучше использовать статик. Теперь покажем многое на экспериментах. Так, видно ли в консольку, видно ли шрифт, или нужно его увеличивать? А что скажут наши высокие гости, которые дальше всех используют бочную оптику? Видно? Замечательно. Так, попробуем написать какую-нибудь программу, которая будет использовать функции. для этого можно воспользоваться текстовым редактором ВИМ. Кто им уже пользовался? Он замечательный. Включим нумерацию строк. Видим, что он автоматически расставляет отступы. Вот наша программка. Давайте напишем функцию, которую наш х легко увеличит. Мы в эту функцию попробуем увеличить х. А кто у вас автор учебника по аналитической геометрии? Дмитрий Владимирович Бикнемишев говорил, что очевидные вещи хороши тем, что их легко доказывать. Ну, если это вам очевидно, давайте мы это докажем. Мы сохранили. Мы можем взять и свернуть наш код нажатием CTRL-Z и попробуем скомпилировать. Как мы это скомпилируем? Вызовем функцию GCC. Компилятор GCC GNOW C Compiler. Попросим его издать нам побольше предупреждений. Дополнительное предупреждение. Добавим отладочную информацию. У нас слегка ругаются. Ну, предупреждения, замечания. Ну, ругаются на нас компилятор. Ну, не ошибка же. Не работает. Что же делать? Неужели придется читать предупреждения компилятора? Ну, никто же не читает инструкцию, пока ничего не сломалось. Но тут придется. FG for a ground что-то нам про заголовочные файлы говорили. Кстати, не путать с библиотеками. Там только заголовки функций заголовочных файлов. Вот то, что у нас находится в заголовочных файле. Столько заголовок без тела функций. Вот тело как раз в библиотеке, которое уже в скомпилированном виде, в машинных кодах. А здесь у нас только заголовок. Мы дописали наш заголовочный файл, попросили вставить в нашу программу заголовочный файл. Что-то нам далеко листать историю команд. Восклицательный знак G. Последняя команда, которая начиналась на G. Скомпилировали. Компилятор на нас не ругается. Тем не менее, результат не улучшился. Почему? Мы все так же один. Мы вроде бы вызвали функцию, а она не сработала. Ладно, сделаем по-другому. А, интересная идея. Давайте проверим. В X запишем результат работы функции. На нас ругаются. Что мы неизвестно, что собираемся туда записать. Так, а где это, на что это у нас ругаются? Интересно, в каком файле нашего большого многофайлового проекта, в какой строчке, в каком символе ошибка? Что нам сказал компилятор? В файле func1c, в 12-й строчке, в 4-м символе. Давайте включим нумерацию. Ага, 12-я строчка. Мы присваиваем то, что у нас вводит. То, что функция возвращает ничего. Ну, ладно, давайте починим. Какие предложения? Ну, например, мы вводим, можем заменить на int. Хорошо, пусть возвращает int. Предупреждение управления достигает конца, не вводит функцию. Ну, кто же читает инструкцию, пока... Опять не работает. Return говорите дописать? Давайте попробуем. Компилируем, запускаем. Теперь сработало. А как бы нам написать функцию так, чтобы не присваивать результирующие значения? Подействуем, вызвали функцию, и она изменила его. Без присваивания. Так, представьте, что мы хотим какого-то из первокурсников повесить на доску почета. Достаточно ли нам для этой операции его фотографии? То есть, нам достаточно копии студента. Другой случай. Нашему первокурснику внезапно использовалось 18 лет. По этому случаю, он теперь, может быть, легально приведет от коронавируса спутником, поскольку он сертифицирован начинает с 18 лет, и мы хотим отправить к нему медсестру с вакциной. При этом, достаточно нам будет фотографии этого первокурсника. В прошлый раз было достаточно. Ладно, тогда мы пойдем в общагу. Подойдем к месту, где сидит охранник. Мы там, поскольку окошечко находится относительно... Относительно низко. Мы подойдем, скрючимся в виде какого-то странного символа и спросим, а где живет Ляпкин-Тяпкин и сосед его земляника? Значит, нам потребуется некоторая хитрая операция, которая достанет нам... достанет нам некий адрес нашего первокурсника. Вот именно в форме этой буковки мы исключимся в виде амперсанта. Попробуем так. Ну, скомпилировалось предупреждение, кто же их читает. Но не сработало. Тут выяснилось, что первокурсник наш страшно боится уколов. Поэтому, что недостаточно просто взять и выяснить в адрес. Нужно прийти к нему, сильно постучаться в дверь, так что дверь растрескается. и вот эти трещины у нас будут в виде вот такого символа. И в результате мы доберемся по адресу до этого первокурсника. Ну, что ж, попробуем так. Ну, нас о чем-то еще раз предупреждают. Мы уже не используем возвращаемые значения нигде. Опять не получилось. Интересно, почему? А вот что мы делаем здесь, в четвертой строчке? Увеличиваем адрес. То есть мы вломились к этому первокурснику, а затем прибавляем число к номеру его комнаты. то есть был адрес типа да, я знаю, что в единичке меньше этажей, вот специально на кого реального не попасть. Был адрес допустим 1.6.7.8 стал мы тут прибавили к адресу или к содержимому по этому адресу. вот тут у нас берем то, что по этому адресу и увеличим. А какая операция произойдет раньше? Инкремент или звездочка? А вы уверены? Если возникают хоть какие-то сомнения, даже если соответственно со стандартом у нас все операции выполняются именно в правильном порядке, чтобы не было никаких сомнений у читающего, можно добавить скобочки. Это может добавить считаемость. Поэтому для наглядности добавляем. Компилируем. Запускаем. И действительно работает. Теперь у нас результат равен 2. Но на нас все еще ругается компилятор. Как нам вернуть то, что будет синтаксически верно? Да. Вернуть то, что лежит по адресу y. Теперь компилятор на нас не ругается. Даже работает так, как мы задумали. Интересно, а где же живет наш первокурсник? Поэтому давайте выясним, где же он живет. мест у нас в оперативной памяти несколько больше, чем в единичке. поэтому адрес вот такой длинный. Да еще и в какой системе счисления? А откуда вы это узнали? 0x. 0x. Еще вы, наверное, делали физлабы. И у вас один и тот же эксперимент, проведенный несколько раз. какие результаты давал? Похожие или нет? Ну, давайте проведем эксперимент. Несколько запусков приводят к тому, что у нас место жительства нашего первокурсника каждый раз меняется. Жил-то был первокурсник, поступил на первый курс, потом плохо учился, не сдал за счет по информатике, не сдал пересдачу, не сдал комиссию вылететь. Снова взял те же результаты ЕГЭ, снова поступил, снова посиделся в общагу, но посиделся уже в другую комнату. А зачем нам операционная система каждый раз размещает данные в разных местах памяти? Если все у нас будет лежать всегда в одинаковом порядке, то это немножко упрощает задачу хакерам, как нам найти соседние элементы памяти и, пользуясь, разглядясь там некоторых программистов, записать в соседние элементы. Тогда мы можем всегда модифицировать данные, которые у нас хранятся в памяти, и что-нибудь взломать. Чтобы это было сложнее делать, у нас есть address space layout randomization, или сокращенно ISLR. То есть, каждый раз в адресном пространстве мы по-разному размещаем данные. Поэтому, строго говоря, от запуска к запуску результат может быть разным. А уж тем более на разных машинах. А что будет, если мы к этому адресу что-нибудь прибавим? Мы прибавили и снова распечатали адрес. %p pointer. Скомпилировали, запустили. Адрес изменился? Нет. Потому что это одна и та же переменная. мы изменили само значение. А теперь попробуем изменить сам указатель. Для этого нам потребуется указатель pointer и мы увеличим не x, а сам указатель. Компилировали, запускаем. Есть здесь что-то похожее? а на сколько они отличаются? На 4. Интересно, почему? А какой у нас размер инта? А почему именно 4? Для этого мы позовем такую псевдофункцию, которая на самом деле никакая не функция, а просто выглядит для нас как функция. И вычисляется на этапе компиляции. Если мы перенесем нашу программу на другую машину, в которой будет более качественный, более современный процессор, ну, или так через 10, допустим, мы уже написали такую хорошую программу, которой пользуются многие, часть большого-большого проекта на 700 мегабайт ей пользуются даже через 10 лет. и вдруг выясняется, что размер инта там уже другой. А мы взяли и захардкодили конкретный размер. Так лучше не делать. Для этого есть сайзов. Нас предупреждают, что у принтера может быть аллергия. Да, действительно, на этой конкретной машине размер инта 4 байта. То есть, мы к переменной прибавили единичку вот здесь и внезапно оказалось, что мы прибавили 4. Представим, что мы сделали адресацию в общежитии по номеру кровати и считаем, что у нас в каждой комнате по 4 человека живет. Соответственно, увеличение номер комнаты эквивалентно тому, что мы порядковый номер в кровати увеличили на 4. Вот у нас еще одна переменная. давайте посмотрим, где живет переменная а. видим адреса. То у нас переменная x лишит по адресу p вот таким вот адресом. После того, как мы увеличили, адрес изменился на 4. А вот адрес нашей переменной a. Повторим эксперимент. а они лежат по соседству все равно. Допустим, мы переменной a что-то присвоили. на сколько нужно увеличить p, чтобы он стал указывать на переменную a. п, чтобы п было хорошо. Какая разница между вот этим адресом и вот этим? Сколько составляет разница? 10? Точно? 16. Насколько нужно увеличить p, чтобы p теперь указан на a. Так, есть предположение 16. Давайте проверим. Добавим 16. 4. значение адреса, вот значение переменной. Мы попали? Ну, может, это случайность? Давайте проведем еще один эксперимент. Опять не попали. Почему 4? 4. Да, да, потому что увеличение идет не в байтах, а в размерах соответствующего типа. Давайте добавим 4. 4. Итак, вот то есть несколько экспериментов. Увеличенное p указывает на a. Эксперимент показал, что мы вполне нацелились куда нужно. мы взяли адрес xar, мы его увеличили, а теперь пойдем по этому адресу и изменим значение. После чего это значение распечатаем. а была девятка. Мы воздействуем только на адрес xar. Можем сделать даже еще нагляднее. Адрес xar плюс 4. Чтобы совсем не было сомнений, даже оставим скобочки, чтобы было понятно, в каком порядке происходят операции. А была девятка. Так а оказалась семерка. Почему? Потому что мы обратились по этому адресу и напрямую записали туда семерк. Получив этот адрес из адрес x. Насколько эффективно используется при этом память? Разница у нас между этим указателями на x и 16 байтов сами эти числа занимают по 4 байта. А 12 байтов просто отступов. А если мы хотим, чтобы таких переменных было несколько. И хотим вообще передать какие функции. В конце концов, зачем нам что-то возвращать? Мы не хотим ничего возвращать здесь. Мы хотим просто взять и подействовать на переменную. и ничего мы возвращать не будем. Сможем ли при этом все равно подействовать на y? Точнее на x? Видим, что x у нас вполне изменился. как мы можем сделать так, чтобы у нас несколько переменных лежали подряд и мы могли обращаться к ним, слегка изменив указатель, прибавив к ним какое-то значение. Уковерт ну вот у нас есть допустим указатель указатель у нас есть p давайте проведем такой эксперимент. то, что лежит по этому адресу добавим к нему и результат разыменуем звездочкой и туда что-нибудь запишем например f квадрат но затем это значение распечатываем на нас стали ругаться За что? Мы обратились к некому адресу, который у нас есть некоторый стэковый фрейм нашей функции, где лежат локальные переменные. Видим, что от начала этого стэкового фрейма с 48 по 52, а где включая, где не включая. Мотан вспоминаем. Какая скобочка была включая? Включая круглая? Другие версии? Квадратная. Включая круглая, исключая. С 48 по 51 включительно у нас лежит переменная x. Сколько она занимает? 48, 49, 50 и 51. 4 байта. С 64 по 68 лежит переменная a. И как только мы полезли за пределы этой памяти, нам кто-то злой дал по рукам. Ладно, может быть, тут всякое лишнее есть. Давайте эту лишнюю магию отключим. Оно внезапно упало. Может быть, адрес санитайзера работал не зря? Может, он не зря нам показывал, что мы вылезаем за пределы разрешенной памяти? Может быть, мы слишком много хотим? Аж целых 100 переменных? Может, лишнее? Давайте исправим. Опять упало. Здесь, ну почему? Ой, мы же тут не исправили. У нас здесь замечательная, красивая, магическая константа, которая используется много раз в нашем коде. Хорошо ли так делать с магическими константами? Как мы можем сделать, чтобы магическая константа была в коде один раз, единственной, где-нибудь на видном месте, так, чтобы изменять, нам ее пришлось в единственный раз? Ну, давайте попробуем. Допустим, 10. Как же работает Define? Это просто текстовая подстановка. Взяли и подставили. Так же, как в текстовом редакторе мы воспользуемся функцией найти и заменить. Все равно ошибка сигнализирована? Как только вы работаете с указателями, крайне рекомендуется включать адрес санитайзер. И те, кто замечал, те, кто уже сдавал какие-то задачки на проверяющую систему e-jatch нашу, заметили, что там адрес санитайзера включен. И он вас ловит на том, что вы куда-то не туда лезете. Может, вы замечали, что на каких-нибудь Яндекс.Контестах или Кодефорстах он не включен, поэтому ваша программа просто падает с рантаймом. А в случае нашего e-jatch вы, по крайней мере, видите, что там происходит. И вам самим крайне рекомендуется при компиляции адрес санитайзера использовать. Видим, что доступ к памяти по адресу 68 превышает размеры нашей перемены. мы вылезли за нашу память. Если же мы делаем это без адрес санитайзера, есть другой инструмент – Valgrind. Но Valgrind у нас ругается, инвалидом обзывается. За что она на нас так обзывается? Мы попытались обратиться к вот такому адресу, который у нас не в стейке нашей функции, не выделен динамически или недавно освобожден. Тем не менее, часть программы у нас отработала. Видите, мы объявляли всего лишь две переменные. Сперва записали в x, затем в соседей. Помним, что расстояние между x и a в компиляторе сделано в 16 байтов. То есть нам хватило места на четыре таких переменных. Дальше это у нас был a, еще четыре переменных. Дальше мы начали писать. Еще две переменных у нас поместилось, но дальше мы попали в ту память, которую нам писать нельзя. Представьте, вы девелопер, вы пришли в мэрию города Курорта Долгопрудного и попросили выделить вам несколько гигабайт. Ой, то есть гектаров. Ну, вы попросили выделить два гектара, а построили на трех. Продали построенные на этих трех гектарах квартиры по договору долевого участия. Сюда уже заселились жители. И внезапно выяснилось, что мэри считают, что два гектара там выделены, а третий нет. Приехал бульдозер, слез все вместе с жителями. Жители погибли, вас отдали под суд. Как же нам объяснить нашей мэрии, что мы будем использовать какое-то количество памяти? Включить в наше владение определенное количество этих переменных. Включить у нас какими скобочками. Ну, а давайте напишем квадратные скобочки. Вот у нас будет сайз этих самых инток. Мы попросили выделить некоторое количество памяти подряд. Сайз раз по размеру инток. Это у нас будет массив. То есть память веленная подряд, по которой мы можем бегать, в том числе увеличив указатель. Что-то эта строчка не работает. Мы ее пока закомментируем. Это тоже не работает. Мы ее пока закомментируем. Ну, у нас что-то все опять стало падать. Почему? Давайте выясним, где же у нас живет А. Выяснилось, что нам выделили место, но оно находится до икса или после. Указатель П, который указывает на х, имеет вот такой адрес. Указатель А имеет вот такой адрес. То есть, если мы пойдем правее, то, возможно, мы попадем в то место, куда нам нельзя. А то место, где можно, находится, начиная с вот этого адреса. Хорошо. Значит, сделаем так, начиная с места А. Программа подозрительно не падает. А с адресом анитайзером. Адрес анитайзера тоже ничего подозрительно не находит. Запускаем под валгриндом. Он тоже говорит 0 errors. Табличка квадратов внезапно выглядит. Единственное, у нас довольно много всякой отлачной информации. Как бы нам сделать так, чтобы она появлялась у нас не всегда? Для этого есть условная компиляция. Если нам нужна отлачная информация. Чтобы нам все это не комментировать и не раскомментировать, возможно, во многих местах мы можем завернуть вот в такое-то условие. Если мы напишем вот так, компиляция будет вот этим куском кода. Если мы вот этот define debug закомментируем, то без него. Закомментировали в одном месте и отлачная информация исчезла во многих. У нас предупреждают, что что-то у нас не используется. А определить этот debug мы можем даже из командной строки, не меняя исходного кода, просто изменив строчку компиляции в командной строке. Сборка без отлачной информации. Сборка без отлачной информации. Естественно, вывод меньше. Что же у нас происходит? Мы просто по адресу a, плюс смещенный на сколько-то, но смещен не байтов, а размеров nta. Записываем это число, затем это число оттуда читаем. Но так писать нам не очень удобно. А как же то же самое можем написать меньшим количеством символов? Вот этот фрагмент как записать меньшим количеством символов? В каких скобочках? Вот у нас обращение к элементу массива. Это эквивалентом вот такой записи. Но так писать, естественно, короче. С квадратными скобочками. То есть им у нас на самом деле нет массива. Есть указатель на их начало. То есть массив а и им массива. И так указательно на его элемент. А какой элемент? С каким номером? Раздвигаем ноль, то есть на самое начало. А есть ли у нас сайз элементов массива? Есть ли у нас сайзовый элемент? Давайте проверим. Не только с соответственным контролем памяти. Например, с адрес санитайзером. Нам говорят, ай-яй-яй, так нельзя. Мы вылезли за пределы массива. А если мы соберем без адрес санитайзера? Да ничего у нас не упало. А почему может быть так, что на компьютере разработчик работает, а у заказчика нет? Ну, память у нас каждый раз рандомно распределяется за счет ISR. У разработчика, возможно, в этом месте памяти ничего не было, что мы можем повредить. А у заказчика оказалось. Поэтому в любом случае нужно проверять свою программу с помощью вот этих инструментов, чтобы не вылезать за пределы массива. и не делать других ошибок с памяти. То есть сайзового элемента у нас нет. У нас есть сайз минус первый. даже адрес санитайзера ни на чем не поймал, потому что мы не вылезли за пределы нашего массива. Можем ли мы сделать массив побольше? Допустим, вот такой. Выводить всю таблицу квадратов нам как-то неохота. просто выведем число его квадратов. Можем ли мы к такому элементу обратиться? Если у нас массив из сайз элементов, мы обращаемся к сайз минус первому. Корректно? Давайте проверим. вывод число его квадрат. А еще побольше. Что это у нас посылают на стак оверхлоу? Все же хорошо было. В какой строчке у нас случился стак оверхлоу? Так. В файле func1c. В какой строчке? В двенадцатой. Давайте перейдем в двенадцатую строчку. Вот в этот момент у нас случился стак оверхлоу. Потому что те переменные, которые у нас определены внутри функции, идут в стак. А стак у нас имеет ограниченный размер. Дальше делаем вот такой фокус. Берем этот массив. И перемещаем сюда. А размер оставляем прежним. Компилируем, запускаем. Число есть. Квадрат, правда, какой-то странный. Интересно почему. Ну, потому что квадрат этого числа не влез в int. А старший бит залез в знаковый бит и интерпретировался как знаковое число. Ну, это, в принципе, чинится. Берем и заменим. Беззнаковый. Беззнаковый. Что-то это не то. Давайте с подтверждением. Заменить, заменить, нет. Инто ставим, заменить, заменить, принт менять не будем, принт менять не будем. На нас немножечко ругаются. Long-long consigned int. Что же делать? Неужели придется документацию читать? А где нам добыть документацию по принтфу? Да, я вас буду часто посылать на три веселых буквы. М, А, Н. Открываем универсальный справочник МАН. 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 Видим, какие у нас есть лонг-лонг у нас с двумя буквами L. Кроме того, безнаковый у нас U. Процент D заменим на процент LLU. Сохранили, компилируем. Ну, в одном месте все-таки нужно вернуть обратно. Ладно. Теперь у нас влезло. Да, считало долго, но все-таки влезло. Итак, если мы располагаем массив вне нашей функции, как показывал эксперимент, мы можем использовать массив большего размера, чем если бы мы его расположили внутри функции. Сегмент данных у нас обычно существенно больше, чем сегмент стека. Поэтому внутри функции большие массивы делать не надо. Ну, это если у нас заранее известно, какой у нас будет размер. А если мы не знаем, какой он будет, то будем делать? Давайте сделаем так, как очень часто вы делали в своих задачах. Считали. Ну, что у нас в 17-18 строчках написано? Считаем, какой у нас нужен размер. И сделаем массив такого размера. Да ладно, мы же написали все по аналогии со сканфом. Продопреждения есть какие-то. Да кто их читает? И так работает. Все там на нас ругаются, что мы попали под автобус, и вообще мы не можем такое читать. Почему? Это что, придется предупреждение все-таки читать? А чем же нас предупреждали? Формат %d ожидает аргумент типа им со звездочкой. Тут имеет тип long long unsigned int. Что же за звездочку от нас хотели? Нам достаточно передать в эту функцию для считывания копию i? Или мы хотим значение i поменять? Значит, что мы должны передать? Адрес. Ну и поскольку он long long unsigned, то процент NREU. Знамик стек буфер overflow. Мы вылезли за пределы нашего два. Ну, давайте все-таки сделаем отдельную переменную, переменный размер. и будем не до за хардкожного, за дефайнного размера бегать, а до основной переменной. Ну и нам уже подсказали, что LLD компилятор подсказал. Работает. То есть, 4 минус 1 – 3, 3 в квадрате – 9. Как так? Теперь же работал. Мы же выделяли место столько, сколько нам нужно вроде бы. То есть, мы пришли в нашу мэрию Долгопрудного. И сказали, ну мы построим жилой комплекс, мы же девелоперы. Нас спросили, какого размера? Ну, не знаю, как деньги придут, вот такого размера их будет. Начали строить, строить. Ну, мэрия прикинула, вот, наверное, столько-то они построят, дальше у них деньги кончатся. А у нас внезапно не кончились. А на этом месте мэрия Долгопрудного решила строить станцию метро. И вся же наша простройка упала. Что же нам делать, как нам сделать по-хорошему? Как нам выделить память? Вот наш указатель. Мы говорим, мало нам, мало памяти. Выделить нам больше. Маллок, make allocation. А что он принимает функцию Маллок? А где посмотреть документацию? Формируем условный рефлекс. Так, получает размер. Сколько нам нужно гектаров под строительство? А Сайзов все узнает. А Сайзов все узнает. Массиво выделили нам память. После этого мы с этой памятью можем работать ровно так же, как с массивами. Или с указателями. Хоть так разрывновывая звездочкой, хоть через квадратные скобочки. Ну что, посчитал оно? Посчитал. Вот для круглого числа, чтобы легко устно проверить. Но к нам пришел злобный КГБшник и сказал, у вас течет. Что же у нас утекло? У нас утекло вот только вот памяти. Почему? Давайте мы соберем без адрес санитайзера. Всякие ходят тут, всякие как ГГБшники работать мешают. Ну, если выглядеть как ГГБшник, то все работает. Итак, на момент завершения нашей программы 32 мегабайта было потеряно. И Волгринт нам говорит, что потеряно. И адрес санитайзера нам говорит, что потеряно. И вообще угнетают они свободу. Что же нам делать? Давайте будем кричать о свободе. Как свободу по-английски. Так, так и напишем свободу нашему массиву. Злобный КГБшник адрес санитайзер ничего нам не сказал. Тоже выделено, освобождено, ничего не утекает. Почему? Потому что мы выделили память с помощью молок. Получили указатель на свежевыделенную память. После этого освободили. То есть, как нам работать с памятью и делать массивы. Самый простой способ. Задепонять размер. Особенно, если мы решаем там задачку наезжать же и точно знаем максимальный размер. Если мы ее выделяем, то лучше не внутри функции, а вне ее. Но еще лучший вариант, когда мы выделяем ровно столько памяти, сколько нам нужно. Когда узнаем этот не момент написания программы, а в момент исполнения. И при разных запусках нам может требовать разное количество памяти. Вариант получше это выделить память с помощью молок. Но как только она нам перестала быть нужна, ее нужно освободить. Да, конечно, память вернется в операционную систему при завершении процесса. Но, возможно, это у вас будет часть большой программы. И тогда от запуска к запуску память будет утекать. Так что память за собой нужно освободить. Вопросы? Вопросов нету? Так, в чате тоже подозрительная тишина. Так, а насколько вы осознали то, что было рассказано? Ну, надеюсь, на семинарах, когда уже попробуйте на практике, тогда узнаете больше. А конкретные вопросы, что было непонятно? Вы лучше не стесняйтесь и задавайте конкретные вопросы. Да. Да. Вот правильный способ выделить память. Именно с помощью молока. Ну, не стесняйтесь, потому что указатель это как раз самая сложная и самая ключевая тема C. Она создается не сразу, но ее осознать все равно нужно будет. И так далее. И так далее. И так далее. Продолжение следует...